Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Профессиональное образование и экологическое воспитание, о чем говорили на заседании правительства. Российские академики взяли под свое крыло три ульяновские школы. Согреются и сэкономят. В Старой Майне запустили новую котельную. Хоккейные «Волги» 85. Морозов и Третьяк наградили лучших игроков-ветеранов. Сегодня Сергей Морозов провел заседание правительства, на котором участники рассмотрели ряд актуальных вопросов, касающихся жизни региона. Среди них профессиональное образование молодежи, экологическое воспитание школьников, реализация проекта «Гаражная амнистия. Привлечение инвестиций». Наталья Чумаченко подробнее. Очередное заседание правительства стало выездным. Глава региона собрал министров в ульяновском техникуме железнодорожного транспорта. Первым делом Сергей Морозов озвучил цифры принимаемого бюджета на следующий год и последующий плановый период. После чего пояснил, что таких рекордных сумм на его памяти еще не было. Суммы, которые мы там с вами запланировали, рекордные просто. Расходы 61,3 миллиарда, доходы 60,4 миллиарда. За это время ни мы, ни активные депутаты с разных фракций, за исключением КПРФ, очень активно работали с федеральными органами власти. Результат, повторяю, он увенчался у нас хорошим успехом. В связи с этим у нас с вами есть дополнительно 5 миллиардов 664,2 миллиона рублей. В этой связи областное здравоохранение, сельское хозяйство, соцсфера, образование, ЖКХ, спорт и культура получат дополнительную финансовую поддержку. Глава региона поручил ответственным лицам заняться оптимизацией расходов на содержание губернатора и органов исполнительной власти, чтобы сэкономленные деньги можно было отправить на соцподдержку граждан. Кроме этого, Сергей Морозов говорил о повышении эффективности деятельности местного самоуправления, открытости работы исполнительных органов власти и внимательному отношению к каждой проблеме отдельно взятого человека. Губернатор запланировал в декабре проведение расширенной недели приема граждан по личным вопросам. «Постараемся как раз в преддверии подготовки к окончательному чтению бюджета учесть то, с чем люди сталкиваются. А может быть, просто кому-то надо помочь, а может быть, просто кому-то дать какие-то разъяснения». Участники заседания отметили, что в регионе выстроена передовая система взаимодействия с гражданским обществом в сфере охраны окружающей среды. На территории области действуют общественные институты и разработаны спецпроекты. Лидер среди них – Экоармия, где работают 59 волонтерских экологических отрядов. «Мы, соответственно, по инициативе губернатора в 2018 году, в год добровольного года экологии, создали волонтерское движение Экоармия. Основная цель этого движения – это эколого-просветительская деятельность. И сегодня у нас налажены связи с более чем 20 школами муниципальных образований, где мы совместно проводим эту волонтерскую работу». Заниматься экологическим воспитанием, как готовить человека к будущей профессии, нужно с детства. О важности развития дополнительного и профессионального образования в регионе рассказала профильный министр. Наталью Семенову поддержала директор Ульяновского техникума железнодорожного транспорта Фавзия Рахматулина. По ее словам, на базе техникума сегодня готовят квалифицированных специалистов по рабочим профессиям, жилищно-коммунального хозяйства, а также старших по домам. «В наших планах в мае пройти еще одно лицензирование по двум специальностям. Далее в сентябре мы хотим участвовать в федеральном проекте конкурса «Молодые профессионалы» и попробовать себя в получении федерального гранта и в конечном итоге стать уже региональной площадкой по компетенции сантехника». После обучения молодые люди должны быть трудоустроены, а для этого требуются рабочие места, которые могут появиться в регионе благодаря инвестициям и новым предприятиям. Участники заседания отметили, что необходимо задействовать все неиспользованные ресурсы муниципальных образований. По словам первого заместителя председателя правительства Марина Алексеевой, в регионе создан специальный план мероприятий «Трансформация делового климата». Соответственно, цели и задачи проекта – это оперативное информирование органов региональной власти и топ-менеджеров муниципальных образований о проблемах, которые возникают в ведении бизнеса и выработка системных мер в решении этих проблем, обмен актуальной информацией по вопросам, касающимся ведения предпринимательской деятельности и мероприятий по формированию благоприятного делового климата и обсуждение инициатив. На заседании правительства участники обсудили темы обновления пассажирского транспорта, безопасности дорожного движения, ремонта дорог, годификации населенных пунктов, уличного освещения. Собравшиеся единогласно поддержали законопроекты, касающиеся гаражной амнестии на территории региона и оплаты труда работников областных государственных учреждений. Последний документ призван устранить коррупциогенный фактор, который выражался в праверку водителя учреждения устанавливать низкоквалифицированным работникам нормированные задания по часовую оплату труда по своему усмотрению, вне зависимости от какого-либо критерия. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправ ДТВ. Палада справедливости и общественного контроля создана в регионе как правозащитная структура, которая ведет постоянную работу с населением. Итоги года подвели накануне на встрече с главой региона. Обсудили и планы на год следующий, в том числе и переформатирование работы. Гражданские активисты станут кадровым резервом для общественных институтов на муниципальном и региональном уровнях, а также управленческих структур. Об этом глава региона сообщил на встрече с общественниками, которая прошла в тарелке Ульяновского государственного технического университета. Объявил такой своеобразный губернаторский призыв новых людей, в органы муниципальной и государственной власти. Очень хотелось бы, чтобы пришли по-настоящему неравнодушные люди, не обязательно молодые, хотя и очень ждем молодых людей, для того, чтобы в полном объеме не просто красиво говорить, а достаточно активно решать эти вопросы. Конкурс региональной лидеры пройдет в период с 1 декабря по 29 февраля 2020 года. Цель – вовлечь активных общественных деятелей в решение вопросов местного значения для налаживания конструктивного диалога между властью и обществом. Такие цели и задачи преследуют ежедневно члены Палаты справедливости и общественного контроля. Целью своей работы мы ставили все-таки повышение, я, наверное, не преувеличиваю, если скажу, уровни счастья нашего населения. То есть, чтобы наши люди могли реализовывать свои права, все-таки получать удовольствие от жизни, а не только погрязнуть в бумагах и жалобах. Мы активно подключили к этой работе, я надеюсь, сегодня будет продолжение, такой вот заключительный этап. Региональный центр мониторинга правоприменения и правового просвещения Ульяновского государственного университета. Он базируется у нас на юридическом факультете. Общественники подвели итоги работы за год. Так, члены совета активно выезжали в районы и встречались с людьми. Сельчане на сходах граждан поднимали множество проблем. Среди них лекарственное обеспечение, уличное освещение, оплата труда молодых специалистов, досуг молодежи и нехватка рабочих мест. Внимание уделялось тому, чтобы разговорить с жителями, чтобы получить именно обратную связь и узнать проблемы. И вот здесь члены совета отмечали, что люди откровенно идут на диалог. И каждый раз, когда мы работали с жителями, отмечали, что критикуя, они предлагают. Предлагают свое решение проблем. Глава региона еще раз подчеркнул, что необходимо активнее вовлекать гражданское население к принятию решений по социально значимым вопросам, особенно в муниципалитетах. Это должно способствовать снижению уровня социальной напряженности и повышению уровня доверия общества к власти. В том числе, благодаря внедрению в практику работы государственных органов принципов открытости. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Управда. ТВ. По 15 миллионов рублей получат две ульяновские гимназии и лицей, которые вошли в список опорных школ РАН. 10 миллионов – средства из федерального бюджета, 5 – областные деньги. Федеральный проект базовой школы РАН направлен на развитие кадрового и научного потенциала, подготовку одаренных детей, имеющих высокие результаты в обучении и склонности к исследовательской работе. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Наука». За одним столом директора школ, ректоры вузов и представители власти. Все собрались, чтобы подвести первые итоги, решить дальнейшую судьбу базовых школ Российской Академии Наук. В список опорных школ РАН вошло 108 образовательных учреждений из 32 регионов, в том числе три из Ульяновской области. В конце мая такой статус получили лицей номер 20, гимназий номер 1 и лингвистическая гимназия. Сразу хотел бы обратить внимание, что это не значит, что мы формируем три элитных школы, куда будет тяжело достучаться. И вот они так-то были элитными, давайте говорить честно, а станут суперэлитными. Нет. Каждая эта школа должна обеспечивать взаимодействие с другими школами. 1 сентября 2020 года три базовых школы РАН перейдут из муниципальной собственности на государственный уровень. Этот срок нам необходим для того, чтобы провести все процедуры правовые, финансовые. И мы понимаем, что это не быстрый период, поэтому мы для себя определили до 1 сентября 2020 года. Эта передача влечет за собой увеличение внимания к школам, в том числе и финансового. В 2020 году каждая школа РАН получит по 10 миллионов рублей из федеральной казны. Кроме того, Российская академия наук и Министерство просвещения России будут устраивать для ульяновских школьников мастер-классы с участием знаменитых ученых. Губернатор Сергей Морозов сообщил, с 2021 года каждый школа дополнительно к федеральным деньгам получит еще по 5 миллионов рублей. Нам необходимо очень срочно с вами внести изменения в программу развития, в учебные планы, в основные и дополнительные общие образовательные программы всех трех образовательных организаций. Нам надо уже четко понимать, как мы обновим материально-техническую базу. Гимназия номер один планирует потратить деньги на оборудование сразу нескольких современных цифровых кабинетов. Учреждение делает акцент на лабораторную деятельность. Лингвистическая гимназия выбрала смешанную модель базовой школы, делав еще больший упор на иностранные языки. Помимо углубленного изучения английского языка, новый статус даст возможность учащимся освоить китайский и испанский. Руководство гимназии заключило договоры с двумя ульяновскими вузами и ведет переговоры о сотрудничестве с институтом имени Плеханова в Москве. Помимо того, что у нас гуманитарный профиль и социально-экономический профиль, мы вводим еще технологический профиль и естественно-научный профиль. Поскольку это востребовано, потому что мы провели анкетирование наших обучающихся и выявили наибольшие их интересы. В распределении полученных средств примут участие все участники образовательного процесса. Это педагогический состав и сами школьники, а также родительский совет. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Важное сообщение пришло из главного управления МЧС России по Ульяновской области. Обращение относится к руководителям организации. В Ульяновске стали известны случаи мошенничества, где неизвестные звонят руководителям торговых центров и предприятий, представляясь сотрудниками МЧС, и просят оказать им различного рода помощь имущественного или финансового характера. Просим руководителя организации быть бдительными. В случае обращения к вам с подобного рода предложениями, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, а также звонить на телефон доверия Главному управлению МЧС России по Ульяновской области по номеру 39-99-99 и сообщать номера телефонов, с которыми поступали звонки. В Ульяновске состоялось знаковое событие спортивного мира. Хоккейной «Волге» исполнилось 85 лет. Поздравить спортсменов приехал депутат Государственной Думы Владислав Третьяк. Чем наградили ветеранов и что было после торжественной церемонии, расскажет Виктория Черкова. Лучшие игроки ветерана хоккейной «Волги» вновь вышли на лед. Легендарному ульяновскому клубу исполнилось 85 лет. «Волга» спортарене прошла церемония награждений с участием главы региона и депутата Госдумы Владислава Третьяка. Титанов отечественного спорта наградили серебряными знаками отличия. Сергей Морозов поздравил собравшихся медалистов, чемпионов мира и лучших бомбардиров. Поздравить вас всех с юбилеем нашего клуба и пожелать вам всем безграничной любви и приятности русскому хоккею и нашему клубу. Чтобы никогда наши замечательные дворцы, замечательные стадионы, наши регионы не опустили. Легенда русского хоккея Владислав Третьяк присоединился к поздравлениям. Спортсменов он поблагодарил за огромный вклад в российский спорт, а ульянских болельщиков – за преданность команде. Специально к торжеству под куполом арены были вывешены 12 эксклюзивных вымпелов. На них изображены свитера чемпионов мира, прославивших ульянский хоккей. Как утверждают организаторы церемонии, подобных символов не было ни у кого. После награждения Ледовый дворец послужил по прямому назначению. На нашей площадке состоялась домашняя игра с хоккейным клубом «Динамо Казань». Поединок поволжских команд завершился счетом 2-2. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Благодаря реализации региональной программы модернизации теплоисточников, в этом году в Ульяновской области удалось построить и отремонтировать 72 котельных. Последняя 73-я будет введена в эксплуатацию уже в декабре. А пока наша съемочная группа побывала в Старомаинском районе, где вовсю работает новая модульная котельная. В чем отличие от старой, узнали наши корреспонденты. Небольшая, но энергоэффективная. В Старой Майне запустили новую модульную котельную, которая будет обслуживать районную больницу. До этого учреждение здравоохранения обслуживал старый теплоисточник с паровыми котлами. Стоимость услуги по производству тепла были для больницы запредельными. В этом году вопросами теплоснабжения Старомаинского района занялась корпорация коммунального комплекса. Летом началось строительство новой котельной. Котельная, в которой мы сейчас находимся, стоила вместе с коммуникациями, подведенные порядка 6 миллионов рублей. Это позволило нам, первое, повысить надежность системы теплоснабжения этого медицинского учреждения, в том числе и сократить затраты на энергоносители. Современная котельная в перспективе позволит снизить стоимость услуг. Однако, по словам Сергея Носкова, разница уже видна. За несколько суток работы котельной расходы на газ снизились на 40% по сравнению с работой старой котельной. В прошлом году мы поставили по энергосервисным контрактам 5 котельных, 5 наших образовательных учреждений. В этом году мы все газовые котельные Старомаинского района перевели в режим безоператорного служения. То есть наши котельные сейчас все работают от сигнала GSM-операторов. Котельная в Старой Майне стала 72-м отремонтированным в этом году объектом. До конца года в эксплуатацию ведут 73-ю. Запустим котельную в поселке Октябрьский Чердаклинского района. Ведется активное строительство двух котельных по 25 мегаватт в городе Новоульяновск. Все работы велись по программе модернизации теплоисточников Ульяновской области, инициированной губернатором Сергеем Морозовым. Завершился национальный чемпионат среди людей с инвалидностью «Обилимпикс». Ульяновскую область представляли 20 человек. В итоге димитровградцы Александр Андреев и Анна Арапова вошли в тройку лидеров национального чемпионата. В финале приняли участие 1800 человек из различных регионов страны. Ребята соревновались по 62-м компетенциям в различных сферах деятельности. С победителями встретились наши коллеги из Димитровграда и узнали, что надо было сделать, чтобы стать победителем. По итогам финального отбора серебряным призером в категории студенты стал учащийся Димитровградского технического колледжа Александр Андреев. По компетенции «Слесарное дело», готовый юношу к чемпионату мастер производственного обучения Александр Веряскин. Задание было, я считаю, очень сложным. Нужна была физическая выносливость, он должен был соблюдать правильную организацию рабочего места, технику безопасности, знать все слесарно-сборочные операции. Задание для всех участников было одно. Временное изготовление – 4 часа. Задание заключалось сделать флагшток. Оно состоялось из четырех этапов. Основная деталь, верхняя деталь и шток и флажок. Александр стал вторым на Абилимпиксе, а вот Анне Араповой удача улыбнулась в полном объеме. У девушки золото в категории специалист по компетенции бисероплетения. На выполнение задания давалось 3 часа. Участникам выдали набор одинаковых материалов. У нас было задание брошь в виде снегиря. То есть давался там красный бисер, черный бисер, стразы соответствующие. И, соответственно, каждый материал дает общий, одинаковый у всех. А каждый свою фантазию применяет, как хочет. И, соответственно, у каждого они вроде одинаковые, но в то же время они какие-то отличающие друг от друга. Критериев оценок много. Плотность прилегания бисера, отсутствие просветов, аккуратно сделанная оборотная сторона и место для крепления броши. Итог чемпионата впечатляющий. Два участника из Димитровграда опередили почти две тысячи участников со всей России. Марина Антуганова, Виталий Немов. Димград-24. Специально для Управда ТВ. В доме музея Ленина открылась выставка под названием «Рукам работа. Сердцу радость». В экспозиции представлены образцы женского рукоделия с 19 по 21 век. Также на ней есть кружево из коллекции известного художника Дмитрия Архангельского. На выставке побывала Ирина Антонова. Выставка «Рукам работы. Сердцу радость», в которую вошли изделия симбирских мастериц, открылась в доме музея Владимира Ильича Ленина не случайно. Рукоделие в семье Ульяновых всегда ценилось. Хозяйка дома Мария Александровна сама была прекрасной рукодельницей. По воспоминаниям Марии Ульяновой, сестры Владимира Ильича, дети умели подрубать носовые платки, вязали, ставили за платки. Теща Ленина вспоминала, что, скажем, если у Владимира Ильича отрывалась пуговица на сюртуке или пальто, он довольно мастерски пришивал ее всегда сам и делал гораздо лучше, чем Надя. Это все уроки Марии Александровны. На выставке впервые представлены образцы симбирской вышивки 19 века. И некоторые из них из личной коллекции известного симбирского ульяновского художника Дмитрия Ивановича Архангельского. Любовь к вышивке у него сохранилась с детства. Ребенком он часто и подолгу рассматривал цветные узоры для вышивок и рукодельные кружева матери. У него в воспоминаниях есть такой момент, что с весной, когда началась навигация на Волге, сюда поплыли пароходы с купцами, они везли разные товары. И вот однажды к ним в дом постучалась кружевница, которая предложила посмотреть свой товар. И он, выйдя, осмотрел, попросил ее отмотать вот наиболее как бы древние образцы кружев. И вот фрагменты этих кружев мы тоже здесь представляем. Выставка будет работать на цокольном этаже музея до 24 декабря. Ирина Антонова, новости Уллправда ТВ. 29 ноября в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Температура днем составит 2 градуса со знаком минус. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале allpravda.ru 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии? Высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет. Для всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова